Вопрос о вашем отношении к храму Христа Спасителя. Ну как я могу тебе в эфире это все сказать, мое отношение? Просят просто как историка. Просто как историка? Ну много воровали. Не могли десятилетиями построить этот храм, потому что воровали чудовищно на постройке храма, потом там еще все тонуло. Стали вести стройматериалы, они утонули, тоже видимо по велению. Очень страшная история. Изначально Витбергу помогали масоны, потом сменили Витберга. Это отдельная сага, о которой я частично писал в своей статье, почему войну 12-го года никак нельзя называть отечественной. Но в целом вообще, ребята, вот вы вдумайтесь, если вы психически адекватные, вдумайтесь, как называется храм Христа Спасителя. То есть от чего-то спас. Но детки мои, пропускай матерное слово, а кто наслал войну? Ну ясно, что я как раз доказал, что ее не наслали. Это Александр I сам виноват, сам устроил ее и ходил в 85-м, в 87-м году, не выполнял телезид, уже готов был переходить в 11-м году. Все это я писал в той же статье и в монографии 2004 года. Все это понятно. Но неважно, вот так или иначе случились боевые действия. Неважно. Погибли люди, православные люди. Проиграли Смоленское сражение. Проиграли Бородино. В Смоленске, кстати, не помогла икона Смоленской Божьей Матери. Значит, не помогла ее потом на Лафете. Ермола ввез до Бородина, потом до Москвы, потом вообще сейчас она пропала при немцах. И ничего не помогало. И в Москве крестным ходом ходили с нею и с Иверской Божьей Матерью во время Бородина. И опять-таки ничего не помогло Бородина, но проиграли. Потом проиграли еще и Малый Ярославец, потом зима. Но зима – это регулярное дело. И опять, если бы зима случилась вдруг в июне месяце, тогда, может быть, да. Вот, видите, можно придумать, что некая Богородица или кто-то там наслал зиму на конкретный участок земли и заморозил конкретного наполеонского солдата. Вот такой талантливый и дальше талантливый русский полководец с какой-нибудь немецкой фамилией что-нибудь сделал. А так нет. Поэтому вы думаете, кто наслал. То же самое и к мощам. Идут к мощам, чтобы кто не может забеременеть – забеременеть, хотя для этого очень нужен секс, а не косточки. Кто там излечится. А кто на вас наслал бесплодие или кто на вас заслал болезни или от рождения, там, значит, инвалидность и прочее, прочее. Кто наслал? То есть вы вообще вдумайтесь в эту дихотомию, в эту смешную историю. Уж или туда, или сюда. Или тогда так. Поставьте. Вот храм Христа сначала насылателе войны, а рядом храм Христа спасителя войны. Ну, чтобы хоть какая-то была адекватность. Поэтому… Понимаете, в чем проблема религии, в отличие от науки? Религия… В религии проявляется масса глупоты даже с точки зрения постулата в самой религии. Вот же в чем дело. В науке это невозможно. Давай дальше. Редактор субтитров А.Семкин